Где-то 10 тысяч зарплаты, все остальное 8, это скат, да, вот так вот, это налоговая инспекция будет хотеть вот эти 8, но если, например, вы получите 18 и вы тратите 20, тогда будет минус 2 и, то есть у вас нет официальной зарплаты, у вас все официальные затраты, так что налогов нет. Ну а это не будет, как, не то, что подозрительно, неправильно, что, допустим, год нету, два нету, или это? Ну, вы знаете, сколько фирм в Швеции, где-то 3 или 5 миллионов, то есть, много, это, да, то есть, то есть, то есть, находит на что тратить. Нам надо слишком волноваться, это не деньги, это не деньги, это не большие деньги, если большие деньги, тогда надо волноваться. Большие деньги, с каких цифр начинаются? С каких экономистов и юристов, мы о вас заботимся, да, супер, Редрик, большое спасибо, теперь я хотел бы, если можно, вот, о вас чуть-чуть, чтобы вы людям сказали, чем вы занимаетесь, презентацию сделать, чтобы люди знали, что к вам можно обратиться, что вы живете в Стокгольме, о себе, чтобы вы чуть-чуть рассказали, если можно. Вот так вот, www.ro.dinstudio.se. Ну, вот мой сайт. Ну, я хотел бы www.dinstudio.se. Вы легко не идете в интернете. Я Фредерик Йоргенсен, мы с коллегой Илана Бородзина из Беларуси, мы вам поможем по всем юридическим вопросам, семейное право, право по бизнесу, все, что вас волнует, в принципе, в праве. И даже в экономике мы вам найдем бухгалтеров, если вам нужно, и мы можем вам помочь, ну, с продажей и покупкой разных имуществ. Обратитесь к нам, вы можете спокойно мне позвонить, также я вам пишу телефон, то есть 070-775-6334 в Швеции, ну, плюс 46 в Швеции, и если... Код, да? Ну, телефон, да. А, допустим, такие вопросы, как миграция, там, вот беженцы, такие вещи, тоже все, да, это все занимаетесь такими вещами? Мы занимаемся, да. Мы хотели приехать в Швецию, вкладывать ваши деньги в Швецию, мы вам поможем. Купить шведское имущество, мы, если хотели дом, квартиру, в принципе, недвижимость, проблем нет. Оформим контракты и объясним. Рабочие контракты, да, или какие? Нет? Ну, контракт на покупку... А, на покупку недвижимости, имущества. Вот так вот. То есть, допустим, если человек живет в России или в другой стране, он хочет приехать в Швецию, у вас есть много вариантов, чтобы не только приехать, но и здесь, чтобы жить, но у вас есть варианты, чтобы он здесь жил и остался, правильно? Есть вариант, да, получить работу для начала и потом, чтобы один или два работодателя вас пригласил в Швецию работать. Да, это можно делать, потом можно начинать свою фирму в Швеции или можно просто купить фирму в Швеции, смотря, как вы хотели, при возможности. Да, или в Норвегии, или где-то там, проблем нет. В Финляндии тоже. Получается, любые вопросы, любая юридическая... Да, по праву, да, вы можете обратиться к нам, позвонить, да. Мы вам поможем. Спасибо, Фредин. Не за что. Спасибо. Друзья, я лишь единственное, что хочу дополнить, то, что я здесь тоже нахожусь, потому что мне нужна была консультация, и на данный момент у меня полностью в голове, практически, конечно, на 100% пока еще это далеко, но практически я уже понял, что к чему, потому что человек конкретно пояснил, что, как, где, откуда и что, в общем-то, надо делать. Вот такие дела. Поэтому, если вы, допустим, как вы уже поняли, в Швеции или находитесь, или хотите приехать, в любое время вы можете обратиться к Фредрику. Вот я еще раз покажу данные. Телефон. Да, вот он, телефон такой. И вот этот сайт. Заходите, смотрите, позвоните, общайтесь. Да. Пока все. Смотрите Азор ТВ. Двигаемся в Голливуд, солнечную Калифорнию.